Здорово, дорогие друзья! Мы немногие из блогеров, кто действительно и по-настоящему любит своих зрителей. Мы с Борядочем живем на разных концах нашего гламурного и пафосного города, но нашли время, совокупились, встретились для того, чтобы снять стереообзор, чтобы лучше понять, стоит ли употреблять данную продукцию или не стоит. Что могут предложить на уикендные два почтенных мужчины? Пивчинский. Пивчиндрика попить, ибо сегодня? Суббота. Уикенд. Уикенд. Оттого и взяли белый медведь, друзья. Живой. Сварено на совесть. И обзор на совесть, и пиво на совесть, и погода на совесть. Так и наконец-то летних дней дождались, Боряныч. Ты рад? Это точно, это просто потрясающе. Так же, как дополнительное оборудование, что он, Боряныч, уже и открыл. Пивчинсундрики. Золотая картошка. Новинка. Видишь, написано? Да. Написано. Новинка. Со вкусом краба. Так же стаканчики, но не из горла же, да? Спросят, а что вы там не в домашних где-то? Вот у меня много спрашивают. А что не в домашних, когда у нас был последний обзор? Держи. А что вы где-то там в лесном парке? И вообще сейчас некоторые декларируют, что, мол, пьете на улице. А улица это общественное место. Вы нарушаете закон. А хрена с два, друзья. Мы на дачных частных угодьях Боряночкинских сейчас стоим. А это частная территория. Я на ней, он может делать все, что угодно. Хочешь, девку приведи. Хочешь, обзор снимай. Хочешь, на девку обзор снимай. Хочешь, на мотоцикле катайся. А то и на велосипеде. Смотри, какой велосипед модный. Так, ну что, по первенькой не будем задерживать. Да. Кстати, дорогие друзья. Вот, ну давай, ну давай. Ты как дядя Миша, что ли? Тебе тоже надо пену одну ядрёвать. Тут дядя Миша и был обзор, он все пены нахерачил. Сидит довольный. Я говорю, дядя Миша, ёптой. Вот так надо, вот наливать-то, вот смотри, вот, видишь? Вот, пены минимум, пены минимум. Пиво живое, пенная, ну что-то у меня тоже, да хера, пена, пенотизация. Ну-ка там 4,5. 4,5. 4,5, но, кстати, стоит 111 рублей. Ну, не знаю, это дорого-недорого за полтора литрушечку, да, но надо, надо дегустировать. Так, пока закроем, а то какие-нибудь клопы тут у тебя, кто тут, клещей нету у тебя тут? Нету. У нас в твоих угодьях, сейчас клещи по-на залезут. Вот, ну что ж, по первенькой укропим, как говорится. А дядя Миша любит, когда это пены больше. Когда пенотизация прет, это мы пока взросим туда. Кстати, Боряныч, а на твоем канале что, ролики выходят, не выходят? Выйдет обзор на пивусик. Тоже на пивцундрик? Друзья, переходите по ссылочке. Кто не знает, Боряныч блогер тоже, блогер тоже, как и я. Оба блогера. Сейчас можно быть блогером. А нахера вы блогеры? Типа, вот у меня на стриме тут спросили. А нахера вам это блогерство? Чтобы идти в ногу со временем. Матрена, опачка, давай, за ваше здоровье, друзья. Опанька, но мы так не будем, а то со штатива упадет. У нас штатив тоже модный, дерево. Здравствуй, дерево. Здравствуй, вкладочка пошла. Поехали. Довольно-таки приятный вкус. Хороший, да? Оно еще у нас, это, остуженное. Пиво пейте, остуженное. Чипсундрики. Распределили. Кстати, тоже довольно-таки неплохие. И стоит всего, ты стоишь, Барянычного? Сядь. Ладно, стой. 34 рубля. Нормально. Нормально. Параллель вот с лоисами, да, там идет. Те там под соточку, и эти 34. Что, те химические, что эти, блин? Мы поддержим отечественного производителя. Рускарт фирма называется. Ну чего, Баряныч, рассказывай. Просто очень много дорогих, уважаемых зрителей вообще. Меня просили у тебя спросить. Как ты, кто ты по жизни вообще? Потому что они, как бы, смотрят наши обзирационные, да, с тобой. Но они не поймут, кто ты, как ты. Знаю, что только блогер. Женат ли, не женат. Девчонки тоже у меня спрашивают, как женат, не женат. Парень видный. Но мне 30 лет уже стукнуло. Вот, стуканул. Стуканул, да. А, не знаю, ну, повстречались и разбежались. Ты туда рассказывай. Повстречались и разбежались, нету, все. Не сошлись характерами или чего? А просто вот так вот, как получилось, хренатенька, короче. Это было в дождливый, осенний, октябрьский день, да? А так я подрабатываю, там разные подработки, вот. Официально не работаю нигде, но так подрабатываю, в общем, халтурю. Фрилансер, ептать. Да, сейчас это модно. Фрилансер, слушай, а мы с тобой, смотри, аутентично. У меня тоже нету девушки, я тоже фрилансер. Тоже работы ни хера нету, ничего нету. Пиво есть. Так что, если хотите, можете помочь дяде Лёше перейти на удаленку. А, ну да, в принципе, да, мы как мечтаем с Барянычем перейти на удаленки. Ты вот, ты в Москве, вот, нравится вообще жить? Ну так, когда как, Лёха, и когда нравится, когда нет. Но мне в большинстве своем не нравится. Вот что я, я мечтаю переехать в подмосковный город какой-то. Ну, например, в Черноголовка есть хорошие напитки, там еще делаю, в Черноголовке, да? Но я боюсь, что если я перееду, там с работы хреноватенько, да? И мое качество жизни, оно ухудшится. Поэтому я как хочу сейчас, каждый день вести стримы, попробовать, чтобы получать донат очень мощный, огромный донат получать. И как бы я буду вообще полноценным фрилансером, да, айтишником уже это называется у нас. Айтишником у фрилансеров называется. И если попрет делать, тогда я переезжаю. То есть каждый день я буду вести просто стримы, это будет как бы моя зарплата. А ты о чем мечтаешь? А я лег просто какой-нибудь... Ты туда рассказывай. А я лег просто, знаешь, что-нибудь такое, какую-нибудь стабильную подработку найти. Ну, жить я не планирую где-то за пределами Москвы. Мне, в принципе, мой район Щукино устраивает. Слава богу, что не в центре живу. Центр мне вообще не нравится. Да, мне тоже, кстати. Потому что мне там вот эти все постройки, вся архитектура центра, мне вообще раздражает. В Питере центр красивый. Суета, суета самая главная. Да, вот в Питере все красиво и в центр. Кстати, привет Николаю Кузнецову из Питера. Подписчику Алексея. И Бориному тоже, я уверен. Да, и ему тоже подписчику. Он просил, чтобы вам передали. А так архитектура центра мне не нравится. А вот окраинные места нравятся. Там вот Щукино красивое. Так что, Лёх, мой район нравится. Он зеленый. Понятно, но мне тоже мой нравится. Но вот именно суета большого города мне не нравится. Ну что, в отличие от тебя, мне центр Москвы нравится. Я его обожаю. Арбат мой, Арбат, Тверская улица, Кремль. Да, все это мне безусловно нравится. Но мне нравится вот эта вот коммерциализация и суета. Тут мы с одной, когда девчонкой встречались. Давно это было. Ходили с ней по Арбату, гуляли, гуляли по Арбату. И там, знаешь, куча магазинов. Борь, что у тебя тут ездит? Поезда, блин. Поезда провели, короче. Провели ветку ядрю. Вот. И зашли, знаешь, куча сувенирных магазинов. Но в основном для развода иностранцев. Блин, там матрешки, кокошники, балалайки. По 100 тысяч долларов. Да, продают. И мы с этой, с моей подругой-то, с Валькой. Давай, может, зайдем, посмотрим. Короче, ходим по этому магазину, обзираем. Но мне тоскливо, ей радостно. Но бабьё, бабьёночки любят они такие всякие эти. Кокошники там эти, прялки там. И я слышу то, что продавцы между собой такие общаются. Мол, смотри, русня зашла, русня зашла. Будь осторожна, сейчас что-нибудь поездят. То есть у них там видео кай. Я говорю, слышь ты, мразь, говорю. Ты кого обзываешь, говорю. Обидное слово, русня, да. Нет, чтоб русские люди зашли. Сейчас что-нибудь подрежут. Вот так бы сказала. А русские богатыри. Да, русский богатырь со своей Аленушкой. Этого русня, русня, дресня. Я говорю, ты кто есть-то? Ты сама-то вообще откуда-то? Ты припёрлась, блин. Лимита. Да, лимита понапёрла, лимита, блин. И ещё это нас обзывает. Короче, я говорю, я хотел тебе прялку вот эту взять сейчас за 30к рублей, говорю, хер тебе, так и сказал, и обидел её так. Так что, ну давай, чего, ещё повторенькой. Не, надо обновить вариант, обновить. Сейчас обновим, друзья. А, пузырь там. Позже. Лёх, ну, по первой вкладке, могу сказать, очень приятное пиво. Очень легко пьётся, очень легко. Привкусов вообще никаких нет. И горечи нет, что самое главное. Так что мы рекомендуем живое пиво. Ну, конечно, живым разливным пиво. Мне нравится больше вот разливное, бархатное. Вот это вот, мне нравится такое пивко. Ну, у нас поскольку, поскольку, ну, народная как бы тема, потому что, зайдя в магазин разливное пиво из Майлова, не факт, что оно есть, этот же магазин разливное пиво из Щукинской, правильно? Да. И получается, я только обзернул, ну и хер ли толку, где мы такое возьмём. К тебе что-то поедем, вы знаете, Майлова, да нахер апта нам оно упыщилось, как говорится. Давайте, друзья, давай, поехали. Вот, пошла вторая вкладочка, да? Слушай, ну а как, чё, ты в поиске, в итоге-то нет невестушки? Ты говоришь, давно не было, давно нет невесты. Ну, Лёх, я на сайтах никаких не ищу. Так вот, иногда знакомлюсь, знаешь, на улице, там, в своём районе. Но, когда получается, когда не очень, как вот, как дождь. А как ты знакомишься? Вот она идёт, вот и как ты. А я нет, не с, и как вот. Пикапишь, что ли ты? Ну, там такой, знаешь, этот, как он, то, что пикаплив. Короче, место есть специальное, и там фонтан, и там народ сидит вечером. Фонтанка ядрёная. Да, я выхожу так иногда, и там певцом драк беру, так, певцом драк беру, подхожу там, а там кто-нибудь сидит, какая-нибудь дама. Я подхожу и знакомлюсь, говорю, там нельзя ли с вами познакомиться. Так. И иногда там что-нибудь получается, можете. То есть, получается, интимные отношения, или как, в каком смысле получается? Ну, хотя бы просто поговорить, пообщаться, там. Ну, ты просто, пообщаться. Месте певцом драку попить, вот так. А потом, может быть, а потом, может, чем-нибудь и лучше. В общем, ты-то перебиваешься, короче, пока, но на постояночку, пока брать не хочешь, да? Ну, и не знаю, Лёв, пока не очень. Ну, потому что, из-за какого, как бы работы стабильной нету, или из-за чего, из-за финансовой, или можешь жить, площадь не позволяет. Стабильного дохода нет пока. А площадь позволяет? А площадь позволяет. Дорогие девушки, если вы работаете, и у вас есть стабильный доход, вот два пацана стоят. Площадь позволяет. Так что, добро пожаловать, как говорится. Ну, ты, у тебя, у меня, вот смотри, я себе какую хочу брать. Брюнеточку, обязательно, брюнеточку. Сейчас они в тренде. В красных сапожках, мини-юбочки, в белом корсете. Такую себе еще. А твоих каких параметров? А мне, как бы, любой цвет волос нравится, вот. Ну, телосложение такое, как бы, и стройное, и не очень. О, кстати, да, про телосложение. Вот, я стройную. Мне и стройные, и так, и не очень стройная подойдет. Ну, в принципе, да, по телосложению, да. Да, тут человек, главное, чтобы был добрый, хороший. Правильно. Хороший. Пиво офигенно. За наших будущих дам. Дам. Воспияем мы. И передаем привет всем. Ты туда передавай. И передаем привет всем подписчицам. Лехи. Конечно. Конечно. Екатерине из Краснодарского края. Обязательно. Не из Краснодарского, а из Владивостока, по-моему. Ну, она уже в Краснодарских краях. Ну, и в Краснодарском. Короче, Екатерине, которая нам прислала вместе с Юрием Винником, которому мы тоже передаем привет посылочку. Дяди Мишей. Олечке бал передаем. Олечке бал, да. Поезда ездят ядренные. Да. Так, а еще передаем. Алиси Фокс. Алиси Фокс. Олесичкам, Олесичкам передаем большой привет. Олесичкам подписчицам. Да. Мариночке, которые нам тоже иногда спонсируют. И обязательно Натахе с 84-й квартир. Да, обязательно. Передаем также привет Ане Джем, которая на Лехина на мой канал подписана. Лайчоночного. И всем подписчикам, подписчицам. Норману, Дмитрию Букину. Всем, всем, всем большой привет. Мой мистеру футорами 2000-му. Обязательно. И также этому, обязательно. Пивникам всем. Чекушечно любящим. Кто чекушечно. Питеру Паркеру. Питеру Паркеру. Тут на список целый, прям вообще, если писать имена, вот этого дерева не хватит, самого высокого. От души, короче, от сердца. Ну, в общем, дорогие друзья, тогда что, мы рекомендуем, да. Вот эта новиночка, по ходу дела, да, нацепанули. Белый медведь живое. Живое, да, живое. Сварено на совесть. На совесть. Ну, действительно, хорошее пиво. Ну, 111 рублей, ну, ну, охлажденным надо пить. Мне кажется, если его тепленьким, оно не пить, ну, любое пиво теплое не попрет. Вот это пиво, я бы сказал, подойдет даже тем, кто очень привередливый, кому нужно, чтобы не было горечи, чтобы не было того, чтобы оно для всех подойдет абсолютно. И, кстати, знаешь, что, Баряноч, вот если взять чисто живое пиво, настоящее, да, от него сразу живот набухает. Вот заметил, есть такой эффект. А это, в принципе, больше по названию живое. А так-то, на самом деле, оно, ну, просто нормальное. Живое тут больше, мне кажется, это маркетинговая фишка. Ну, и оно, видишь, такое темненькое, да, по цвету-то. В принципе, идентично живому пиву, но живое, настоящее, оно еще потемнее, оно прям густое. Вот. Из таких покупных пивов, в принципе, достойный вариант, порядочный. Есть ли еще что у тебя добавить? Еще что хотел добавить. Вот чипсы неплохие, вот тоже советуем, обязательно попробовать русская картошка. У меня, кстати, был обзор на моем канале на золотую картошку, вот. А так, как его, весенних дней вам, дорогие подписчики? Уже летних, ебать. Летних дней, да. Переходите по ссылочке на канал Боряныча, ссылка в описании к этому видео, и смотрите там обзор на пиво Клинское. Клинское. О, девки, ты глянь. Пока-пока, ядренок. Пока.